Наталья, скажите пожалуйста, чем продиктованы настолько жесткие меры в отношении оппозиции со стороны властей? Что мы наблюдаем буквально каждый день? Сейчас Единая Россия рискует потерять конституционное большинство в Государственной Думе и предстоящие выборы и тот политический сезон, который по факту уже начался, он рискует принести неожиданные результаты. Это даже не выборы в президенты, не выборы по обнулению, где у оппозиции был символический шанс показать, что нас много, показать, что вот это молчащее большинство существует. На выборы в Госдуму есть шанс переиграть Единую Россию и сформировать совсем другой состав, чем он есть сейчас. То есть из-за этого нужно обязательно просто изменить морды в снег и все такое? По-другому не забытись, да? Там не только морды в снег, если заметим, произошло еще два события. Помимо того, что улицы показали, что не нужно дальше такими методами действовать. И Волков от лица всей, так сказать, радикальной общественности сказал, да-да, мы все поняли, ребята, мы немножко отступаем. На этой неделе еще самоубились две партии. Одна фактически выпилилась из процесса переговоров с улицей. Это справедливая Россия, которая, объединившись с Прилепиным, стала уже совсем не рукопожатной. Если раньше они были хотя бы так, лично все понимали, все закрывали глаза на несколько сервильную позицию лидеров и все понимали, что ну да, это не очень такая внятная партия, но тем не менее выдвигаться от нее можно. Сейчас уже нет. Вчерашний Димаш Явлинского, который, скорее всего, тоже сделан с подачи Кремля, потому что он там повторяет те тезисы, которые очень выгодны пропаганде, в частности, про якобы вывод, сознательный вывод молодежи и школьников на улице. Он как раз показывает, что власть пытается сейчас разбить оппозицию и отсечь радикальную часть, которая контролирует улицу, и ту часть, которая способна сформировать вот эту альтернативу единой России на выборах в сентябре. Очень грамотная политика, очень понятная. В общем, она показывает, что Кремль по-прежнему остается довольно серьезным и зубастым противником, но тем не менее все ходы, они просчитываются. И я не думаю, что даже позиция Явлинского повлияет на умное голосование. Я напомню, что Навальный в первом интервью Дудю после отравления сказал, что когда мы будем с вами голосовать по спискам умного голосования в сентябре, мы будем горько плакать. Это, скорее всего, будет так. По-видимому, мы просто будем чуть-чуть горше плакать из-за позиции Григория Алексеевича Явлинского. Ну что делать? Уже привыкли плакать на КПРФ и СР, ну вот теперь будем на Явлинского плакать. Причем я хочу заметить, что серьезное расхождение в взглядах и в позициях по отношению к происходящим событиям у Явлинского, у Шлозберга и у Ишневского, у тех же, которые в парламенте разных регионов. Как Митрохин сказал, у них это внутренняя какая-то дискуссия идет, или все же они возьмут единый вектор и пойдут по нему, как ты думаешь? Ну и КПРФ уже не взяла единый вектор. Там уже есть внутри брожение, и уже есть внутри, в частности, Бондаренко, популярный молодой депутат из Самары, который поддержал протесты, и ему за это пока что ничего не было. И я думаю, что если партия КПРФ хочет самосохраниться, она будет закрывать немножко глаза на внутреннюю оппозицию. То же самое будет делать Яблоко. Верхушка переговаривается с Кремлем о ненападении и о выдвижении списков и о непрепятствии в регистрации и неснятии с выборов. Соответственно, рядовые члены партии, нерядовые и достаточно популярные лица будут вести себя так, как они себя ведут. Они будут лавировать. Просто сейчас удар был очень болезненный, поскольку от Явлинского не ожидали такой реакции. Все-таки считала, что Явлинский политик более осторожный и более договороспособный. Ну, переоценили. Наталья, скажи, пожалуйста, все-таки это не приведет к расколу в партиях? То есть это у них будет такая игра своего рода, да? Вот многие говорят, что наконец-то пора там уже отколоться от стариков там и от тех, которые явно поддерживают генеральную линию администрации президента. Но, скорее всего, этого не произойдет. Ну, сейчас раскалываться нельзя, поскольку до выборов в Госдуму допущено ограниченное количество игроков. Игроки, активные игроки, это те, у кого есть фракции в региональных парламентах, и те, кто имеет возможность выдвигать кандидатов в Государственную Думу Российской Федерации без подписей. Если сейчас яблочники, радикальные яблочники пойдут на раскол, они потеряют возможность выдвижения, в том числе потеряют возможность выдвижения и те, кто занимает более такую радикальную позицию и поддерживает Навального. Они все это прекрасно понимают. Примет ли вы внимание Путин в позицию лидеров ряда европейских стран и президента США по отношению к Навального? Ну, он с удовольствием примет эту позицию, ее с удовольствием процитируют федеральные телеканалы и как лишнее доказательство того, что Запад поддерживает Навального. Вот, исключительно в этих целях. Что касается самой поддержки, ну, Запад, естественно, будет произносить некоторые ритуальные вещи и упираться и говорить о том, что да, вот мы не поддерживаем, мы вот там требуем освободить. Но заметим, когда был белорусский кризис, кто реально помог? Помогли реально только ближайшие соседи, которым, ну, Россия теоретически может физически угрожать. А остальные делались дежурными заявлениями по поводу демократии и прав человека. Ровно то же самое будет происходить и здесь. Да, да, не одобряем, да, но северный поток нужен, нужен, нефть нужна, нужна, там, алюминий нужен, нужен, ну, и все. Ну, и поговорили. Байден может перейти к каким-то конкретным действиям? Ну, они уже перешли к конкретным действиям, да, они уже формируют новый санкционный список. Собственно говоря, они могут усилить только санкции против российской экономики. Здесь уже вопрос в том, что пойдет ли Байден на секторальные санкции, против которых, кстати, выступает и оппозиция тоже. То есть санкции против, собственно говоря, целых отраслей российской экономики. Либо он пойдет на персональные санкции. Мне кажется, что здесь уже должна четче звучать позиция внутри России, позиция либералов и позиция тех, кто сейчас ходит на улицы. Мы должны четко говорить, что мы против секторальных санкций. И секторальные санкции, кстати, никому не помогали никогда. Как они не помогли против Кубы, они не помогли против Северной Кореи, они, секторальные санкции, всегда только усиливают режим. А вот персональные санкции, конкретным жуликам запретить ездить и пользоваться недвижимостью там, они могут сработать. Они очень болезненные. Как ты считаешь, если мы завели речь, зашла речь о персональных санкциях и о ближайшем окружении. Вот как раз таки для ближайшего окружения Путина, что важнее? Личные интересы, ну то есть возможность выехать за рубеж, сохранить свои активы, либо преданность царю. Что вообще вам? Да, они, собственно говоря, царю преданы исключительно ради того, что он раздает активы. Пока раздает активы, они ему преданы. Пока не раздает, они ему не преданы. Там людей идеологически настроенных, ну они там есть, конечно, но они на периферии. Тот же самый Малафеев, и слава богу, что он на периферии. И это очень хорошо, что они на периферии. Слава богу, что они маргиналов. У них там общая позиция, это бабло побеждает зло. Они с этим лозунгом живут 20 лет. Поэтому никаких там нет мыслей по поводу верности стране, там еще чему-то. Спасибо бог. Только собственные активы. Они ради этого, собственно говоря, готовы пойти на все. Там есть даже некоторые... Ну, две версии развития событий там внутри. Версия одна, что там сформируется некая либеральная позиция, которая поставит условного Медведева. И, собственно говоря, ровно с этой моделью борется Путин и его силовая часть, его окружение последние 15 лет. С тех пор, как Медведев проявился, их это испугало, их испугала Болотная. И они решили больше не повторять таких ошибок, по их мнению. А вторая версия, которая тоже не исключена, что силовое крыло, которое вокруг Путина, скажет, нет, ребята, давайте мы уже заканчивать с этим миндальничанием, давайте вернем Великую Империю, и давайте уберем этого царя, у которого там непонятно что. То с этим, то этим, то этим, то нашим, то вашим. А не будет ли такого сценария, что сейчас 10 ближайшим друзьям Путина запретят выезд на Запад, арестуют их активы вообще, ну, жестко придавят их, и они поспособствуют, так скажем, смене власти? Ну, там 10 друзей-то недостаточно, потому что этим 10 друзьям Оушену уже раздали какие можно или нельзя активы внутри России, и даже звучали предложения даже из Государственной Думы, что мы, мол, должны им компенсировать эти потери из федерального бюджета. То есть мы все должны скинуться бедному там Ротенбергу, потому что он не может съездить куда-то за границу. Вот, но если, конечно, речь пойдет о более широком круге людей, то они могут задуматься. Заметим, что сказал Путин во время прямой линии в декабре, когда ему задали вопрос про Шамалова. Он что сказал? А я, говорит, никогда и не отрицал, что у меня есть богатое какое-то окружение или какие-то люди, которые могут получать бонусы или какие-то активы за свою хорошую прекрасную работу. Да, и ездят они за границу. Да, что в этом такого? Да, они очень все любят хорошо жить. И если речь пойдет там не о десяти людях, которым можно как-то компенсировать, дать им что-нибудь еще там построить и на этом нажиться. А может не построить, а просто нажиться. А если речь пойдет о более широком круге, то... Ну, как раз на это и расчет. На то, что этот круг может... Поддержать кого-то другого и поставить на кого-то другого. То есть мы не исключаем того, что если подобная политика продолжится со стороны Запада, да, и более внимательно, и более расширенно они будут это делать, то возможен какой-то внутренний заговор, в прямом тексте, скажем. Ну, скажем так, я не знаю, насколько люди способны там на заговор, потому что все-таки для того, чтобы совершить там определенные действия, нужно там объединяться, нужно там, там, не знаю, с учетом того, что они все там друг за другом следят, там это очень сложно. Но недовольство будет. И в какой-то момент это недовольство может куда-то канализироваться. Либо оно может канализироваться в открытую поддержку оппозиции, либо оно может канализироваться в итальянскую забастовку, скорее в итальянскую забастовку оно может уйти. То есть им скажут, делай то-то, они скажут, ну, не получилось, понимаете, не сложилось. Проведи там, сделай в Государственной Думе 75% Единой России, проведи там вот этого депутата. Ну, не получилось, недостаточно, как бы, видите, погода была плохая. Наталья Вячеславовна, нет ли ощущения того, что власть намеренно докручивает ситуацию до радикальных проявлений на улице? Накручивает, но не намеренно. То есть они сами в панике. Даже никто не ожидал, что там на 30 тысяч протестующих выйдет, не знаю, там, такое количество личного состава ОМОНа. И перекроет всю Москву. В Петербурге там вообще еще хуже. Митинга не было, ОМОН был, а город перекрыли. То есть здесь скорее не какие-то сознательные действия, а реакция на возможную угрозу. И при этом они сами, пытаясь эту угрозу предотвратить, они сами же ее и провоцируют. И чем жестче они будут действовать на улице, тем больше будет недовольства. Что касается Навального, на ваш взгляд, два вопроса, на ваш взгляд. Выйдет ли он когда-либо из тюрьмы? Это первый вопрос. И второй вопрос более жесткий. Способна ли власть на то, чтобы его физически устранить? И пойдет ли она на это? И в каких случаях она может пойти на это? На первый вопрос ответа не могу дать. То есть он рано или поздно выйдет, да, если он выйдет, конечно, при этой власти или при той. Я думаю, что они ему дали как раз не такой чудовищный срок. Именно потому, что они оставляют для себя лазейку, чтобы его в какой-то момент выпустить. Допустим, какой-то кризис, да, вот они ушли в клинч. И в какой-то момент они его выпускают, чтобы немножко сбить накал. Они его оставляют в качестве заложника. Они его оставляют в качестве разменной монеты. И если они вдруг его физически устранят, то разменной монеты не будет. А монеты очень хорошие, очень крупные. Но поскольку мы примерно понимаем миропонимание и квалификацию этих людей, ожидать от них можно всего чего угодно. То есть любую глупость, которую можно сделать, не могут сделать. Поэтому я здесь повторю моя любимая фраза последнего времени, фраза политолога Морозова. «Случиться может все что угодно, к сожалению». Мы наблюдаем, и это уже опубликовано, о падении рейтинга Путина. Наталья Вячеславовна, на ваш взгляд, будет ли силовое присоединение Донбасса после известной поездки наших журналистов в кавычках? Будет ли силовое присоединение Донбасса, дабы поднять падающий рейтинг власти? Я думаю, что сейчас власть рассматривает для себя разные варианты, да, и просчитывает разные варианты, что делать в этом кризисе. Они рассматривают, допустим, варианты какие-то с Белоруссией, они рассматривают варианты с Донбассом, они могут рассматривать еще какие-то варианты. Но имперские настроения после 2014 года очень сильно упали. И вот этот посткрымский консенсус сменился общественным консенсусом по поводу необходимости переключиться на внутреннюю политику с внешней. Даже лояльный Путину электорат говорит следующее. Он говорит, смотрите, да, хорошо, мы встали с колен, да, все прекрасно, но, извините, зарплаты не растут, пенсии не растут, цены растут, цены на ЖКХ растут, с транспортом там, сколько было случаев, когда школьников выкидывают на мороз за то, что они не заплатили 20 рублей. Благосостояние, мягко говоря, не улучшается, а тут еще кризис с коронавирусом. Ну, если еще будет еще одна внешнеполитическая авантюра, то это будет смертная режима. Но, опять же, поскольку там сидят люди со своеобразным мышлением, они могут сделать все, что угодно. Я уже один раз ошиблась, я вот, ну, иногда ошибаюсь, да, в прогнозах, когда говорили, что они не пойдут в Крым. Пойдут или не пойдут? Вопрос так стоял. Я сказала, ну, не настолько же не сумасшедшая, чтобы это делать. Оказалось, что настолько. Вот здесь может быть то же самое. Каков, на Ваш взгляд, законодательный вектор на ближайшее время со стороны Государственной Думы? Ну, или тех, кто праве выходить с законодательными инициативами? Закручивать дальше будут? Либо какие-то послабления к выборам будут? Я думаю, что будут закручивать дальше. Я думаю, что они инициируют новое болотное дело. Я думаю, что они сделают все для того, чтобы еще больше усилить вот этот кризис перед выборами в Государственную Думу. Сейчас они закрывают все возможные лазейки для оппозиции. Хоть как-то вести диалог не на улице, а в парламенте. И ожидать, что это бревно, которое покатилось, остановится, нет никаких оснований. Оно катится, катится и катится, и в какой-то момент оно прикатится. У нас вся парламентская оппозиция, так называемая системная и полусистемная, уже ныне после вчерашнего заявления Григория Алексеевича, его позиции в отношении Навального, она полностью легла под Кремль, получается, так? Ну, получается, что так. Ну, по крайней мере, устами своих лидеров. То есть то, что там внутри происходит, то, что происходит внутри регионов, оно гораздо сложнее. Там люди во многих ситуациях ведут себя гораздо гибче и выстраивают коалиции, помимо того, что сказали там у них в Москве. И правильно делают. Что с лидерами делать этим партиям? Сейчас лидеры – это фактически единственный гарант присутствия этих партий на политическом поле. Потому что система выстроена так, что нельзя сейчас создать новую партию, нельзя сейчас отколоться. И нельзя в этот избирательный цикл выйти с новым каким-то политическим образованием. Просто, ну, вот закон не позволяет. А вот на следующий избирательный цикл уже можно играть серьезно. С новыми политическими проектами. А сейчас мы будем дожевать с тем, что есть. Будем дожевывать то, что есть. Но наш президент известен своей нелюбовью к современному технологиям про дворец он узнал, как известно, когда ему как-то сказал, помощники принесли распечатки, по-моему, вот как-то так. Я пролистал YouTube. Да, или я пролистал там, как он мог что-то пролистать. Да, по-видимому, ему что-то распечатывают и дают. Вот здесь уже зависит от позиции тех, кто распечатывает и дает. Но там вот мы можем просто об этом косвенно судить. Скорее всего, там идет борьба за доступ к вот этому волшебному, значит, мониторингу, который ему кладется на стол. И конкретные сюжеты, которые попадают в этот мониторинг, зависят не от Путина, а зависят от его окружения. Вот. Если бы он, конечно, не был таким специфическим человеком, он мог бы, не знаю, завести себе анонимный аккаунт в Facebook и всех с удовольствием читать там. Но думать про то, что он там, как подобно римскому императору, переоденется в костюм вот этого простого человека и будет бродить по улицам и слушать, да, ну вот аналог там анонимного аккаунта в Facebook, она, в общем, равна нулю. Президент наш не такой. У него там... Треться информацией, да, или что, почему он не... Ну, человек специфического склада, человек, который вырос в среде, где, ну, не было этого дурацкого интернета, да, не было вот этих там дурацких шайтан машинок, на которых нажимаешь кнопки, а там картинки бегают. Ну, человек бумажный, человек традиционный, человек, который отстал. Это как раз вот его способ обращения с информацией как раз показывает, что человек не может быть руководителем в стране, в которой одни из лучших в мире цифровые сервисы, да, банковские сервисы, там. И с этим всем надо уже в мир выходить, нужно уже завоевывать сопредельные рынки. Мы уже тот же самый Яндекс, который слили, по которому вот это просто трагедия национальная, не знаю, тот же самый Сбербанк, который там на волосок от санкций, который один из лучших в мире банков. Ну, это все нужно вот как раз продвигать. Вот та самая ситуация, которая была в Беларуси, сложилась. У них вот этот национальный бизнес, национальный цифровой бизнес, вложился в оппозицию, пока они не победили. Вот когда наш национальный цифровой бизнес поймет, что им нужно вкладываться в оппозицию, и что вот это вот, извините, президент Российской Федерации, которая сидит там, листает Ютуб, как он выражается, что он неадекватен, просто нужно ставить другого человека, ставить на других людей, которые по другому мыслят, вот тогда у нас может быть что-то поменяется. На ваш взгляд, Путин досидит до 2024 года? Ну, если бы мы с вами говорили еще полтора года назад, я бы сказала, конечно, досидит, ну куда же денется. Сейчас он делает все, чтобы не досидеть. Вот он просто, он берет уже не лопату, чтобы рыть себе политическую могилу, а он уже пригнал туда большой экскаватор, просто даже уже вот этот туннельный крот, который метро роет, вот он уже вот, его уже туда притащил. Прямо молодец такой, прямо ему нужно дать медальку за создание революционной ситуации. Он уже, по-моему, трижды лауреат премии имени Николая II. Вот. Поэтому есть вероятность, что не досидит. Он очень хочет на отдых, прямо очень хочет в ГАГу. Наталья Вячеславовна, в том случае, если Алексею Навальному присудят, не присудят, Нобелевскую премию, что делают? Вручат. В общем, если он станет Нобелевским лауреатом, пойдет ли Путин на то, чтобы выпустить его из тюрьмы? Смешной вопрос. Нет, конечно. Зачем? Сколько там Нобелевских лауреатов? Вон у Лукашенко сидит Нобелевский лауреат Алексеевич. Это не помешало прийти к ней в квартиру с обыском? Ну, или попытаться прийти к ней в квартиру с обыском? Какого это останавливало? Господи ты боже, что мой. Ну и Нобелевская премия мира, она присуждается иногда людям, которые довольно странно специфически себя ведут, и не всегда заслуженно. Это скорее такой политический жест, нежели оценка реальных политической значимости человека. Если там Нобелевская премия присуждается по физике, она как бы вызывает немножко больше доверия, чем премия мира. Ну, к сожалению, так и справилось. То есть это будет в порядке вещей, что у нас в тюрьме сидит Нобелевский лауреат, да? То есть это нормально? Ну, не первый, не он последний. Нормально. Все. Вообще без проблем. По наблюдениям журналистов, и не только, наверняка среди вашего окружения есть люди, которые принимали участие в прогулках на последние два раза. Есть мнение о том, что качественно поменялся состав выходящих на эти акции. Насколько вы сможете разделить эту точку зрения? Ну, я могу судить по самому ближайшему окружению, которая немножко... Кто-то уже отболел коронавирусом, кто-то не отболел, кто-то боится за родственников и так далее. Я знаю многих людей, которые могли бы туда пойти, которые не пошли. Поэтому база этого протеста, она, конечно, гораздо шире. И когда спадет вот эта вторая волна, я думаю, что протест еще вернется. Но я смотрю по... Совершенно неожиданная история была с ТикТоком, народилось новое поколение. Вот этого я... Ну, я не понимаю, как с этим общаться. Я не понимаю, как с этим... Я даже не понимаю, да, вот как быть с этим поколением, не говоря уже о Путине. Вот. И если действительно то, что мы видим по кадрам, вот эти замечательные ребята там, которым вот 18 и чуть больше, если они вот так себя ведут, а они же придут еще на выборы, а это еще многочисленное поколение, это же дети, дети-детей перестройки, то их выход на улицу по сравнению с их, так сказать, электоральной активностью покажется цветочками. Ну, это же, давайте считать, да, есть поколение боби-бумеров послевоенное, это поколение 50-х, 60-х годов, да, там, ну, 45-й, там, 60-й год, вот это поколение 15 лет, да. Дальше многочисленное поколение, это 70-й, 83-й, 85-й, вот это их дети, а сейчас вот их дети, дети вот этих детей перестройки выходят на улицу, да, и их много, их демографически много, и они очень сильно сейчас поменяют расклад на выборах не только думских, но и президентских. Наталья Вячеславовна, как вы считаете, это хайп, чтобы молодежь, там, группками выходила под дубинки, либо это действительно пропал просто страх, и всех уже это все достало? Ну, на митинг-то ходят не только за тем, чтобы, там, проявить свою гражданскую позицию, туда ходят, в том числе, пообщаться. Я видела еще там стратегию 31, как она проходила, стоят люди под навесом около метро Маяковская, ходят там, значит, там профессора, студенты, все друг с другом здороваются, все друг друга узнают, а такая форма тусовки. Потом идут пиво пить, собственно говоря, московский протест до некоторого времени был очень мирный, там потусовались, пошли пиво пить. Но то же самое происходит, вот эти микрогруппы случаются и в молодежной среде, естественно, они туда ходят и за компанию тоже. Они, естественно, они туда ходят группами, но, конечно, с определенной идеологией. Ваш прогноз, Наталья Юрьевича Славовна, когда будет первый согласованный митинг? Ну, он имел бы шанс пройти в день памяти Немцова. Но сейчас, поскольку власть очень сильно испугана, то, может быть, он и не пройдет. А может быть, нам вообще придется забыть о согласованных митингах до избрания новой Государственной Думы. Выдумать сейчас могут все, что угодно. Ну, прогноз скорее ближе к выбору в Госдуму. Будут проходить согласованные митинги. Когда начнется процесс выдвижения кандидатов, когда нас ожидают новые скандалы со снятием, там, с нерегистрацией, с тем, что у кого-то зарубили подписи, там, вот с этим, по аналогии с 19-м годом, то да. Может быть, какие-то санкционированные митинги случатся в регионах, потому что региональные элиты и муниципальные элиты уже немножко показывают зубы. Есть такой город, Ейск, в Краснодарском крае, в котором в позапрошлом году избралась оппозиция. Они пробовали официально разрешить митинг 31-го числа. Ну, потому что они сказали, чтобы для безопасности людей, да, для того, чтобы оставаться в правовом поле, мы считаем важным, чтобы оппозиция могла высказаться, вот, высказать свою точку зрения таким вот законным способом. Ну, им, естественно, надавали по голове, там все запретили, вот, но я не исключаю, что какие-то регионы могут процесс запустить раньше, чем в Москве. То есть, эти самые санкционированные митинги могут пройти там, по аналогии с тем же Шейсом, там, ну, не с самим вот этим процессом вношились, да, вот там, митинги в Архангельске, там, еще там, в других городах, вот, почему нет? Могут пройти. И последний вопрос, Наталья Вячеславовна. Судьба ФБК, признанного российскими властями иностранным агентом, власть, насколько я могу судить, задалась целью раздавить полностью эту организацию. Получится ли у них? Не думаю, они уже не первый раз пытаются это сделать, они давили партию прогресса, они давили, чтобы Навального, ФБК, это такая оболочка, юридическая оболочка для сторонников Навального, не более того. Они просто могут как-то поменять юридическую оболочку, как-то сманеврировать. В конце концов, открытая Россия уже тоже предпринимала похожие реформы, они там перерегистрировали организации, поэтому никуда они, конечно, не денутся. В конце концов, можно существовать вообще без официальной регистрации и вполне себе работать. Но все равно будьте враги, что с регистрацией, что без регистрации. Можно, но теперь можно не регистрироваться.